Женя, ну вот сейчас, когда такое, наверное, не самое благоприятное время для беседы, может быть, кто-то так подумает, но мы как-то решили, чтобы надолго не бросать наших зрителей, ну вот провести вот эту беседу, которую они в каникулярную неделю такую смогут послушать. Я думаю, что, наверное, мы начнем с того сюрприза, который будет их ждать впоследствии. Они будут смотреть спектакль «Генералы в юбках». Это один из лучших буфовских спектаклей, он, к сожалению, в записи, ты там играл главную роль. И вот сейчас уже прошло очень много времени, и в театре появился Ануй Коломбо, да, и вот какое-то ощущение, вот сегодняшнее. Уже человека, который сыграл в современной Коломбии от «Генералов». Да вы знаете, я люблю вспоминать все старое, потому что у кого нет прошлого, у того нет будущего. Из-за этого очень жалко, что этого спектакля уже нет, но он тоже, он свое отработал. Это, как, знаете, бывает вещь какая-то безумно удобная, безумно хорошая. Она очень нравится, и телу нравится, и всем, но она просто уже состарилась. И те же спектакли, к сожалению, они становятся старыми. К сожалению, и мы сняли этот спектакль с репертуара, но вспомнить о нем – это замечательно. А он жил долго? Да, он долго жил. Сначала «Генеральшу» сначала играла у нас девочка, играла. Потом мы пригласили на эту роль Мишку Тресорукова на эту роль «Генеральшу» играла. Потом Серега Мигельевич играл. То есть это время проходило, то есть актеры немножко уставали от роли и уходили. Мы приглашали другого актера. Потом мы просто все немножко устали от него, но спектакль безумно добрый. Он добрый, хороший и смешной. И он, кроме смеха, он всегда был о чем-то. А это очень важно. Вот Колумба, она как бы сейчас возобновилась в нашем театре. Да. Это совершенно другой спектакль. Чем был тот. Да, да. Но в том ты тоже играл спектакль. И эту же роль. Да, эту же роль. И та Колумба, она выходила в те же времена, когда выходили, соответственно, и «Генералы Бьюбка». Там было близкое ощущение. Поэтому их можно как бы, наверное, немножечко вот в общую группу, да, собрать? Ну, чуть-чуть можно, да, чуть-чуть. А сейчас совершенно другой спектакль и мюзикл. Вот твое ощущение от этой роли. Оно, наверное, поменялось. Конечно, конечно. Ну, все другое. Я как-то так получилось. Это же все зависело от, как режиссер придумает это. Исаак Романович по-другому придумал этот спектакль. Как-то в том варианте, в той Колумбии, у меня была роль такая настолько проходная вообще. Здесь тоже небольшая роль, но все равно она какая-то чуть-чуть главненькая. Нет, она очень объемная. Ну да, объемная, потому что все-таки прокчеров. А вот в том варианте, который была первая пьеса, там основной был на Колумбе. Основной был на Колумбе даже не как театр, а как Колумба в театре. А тут получился главный, главный роль – это театр. Остальные все рядом с тем. Мне это покажется так. И получился совершенно другая роль. Вообще другой спектакль, напрочь другой. И меня сначала тоже предложили, говорят, давай ты уж тоже играть. Исаак Романович сказал. И мне, да. Я говорю, как тоже самое. Исаак Романович, как-то неинтересно. Он говорит, что она другое будет. И действительно так и получилось. Совершенно другое. Но помимо того, что это другой спектакль, ты же вырос. И поэтому ты этот персонаж уже не можешь смотреть. Так же, как смотрел теми глазами, как тогда. Да, да, да. Я вырос и поправился на 3,5 килограмма. Так что, дорогие зрители, вы придете на это сразу обратить внимание. Это те, кто тогда пришел. А тот старый, кто видел. Ну, понятно. Те, кто видят только этот. Да нет, ну вырос, ну естественно, можно самому все мудрец. Нет, ну все равно какое-то ощущение этого спектакля. Ну, конечно, другое. И героя. Потому что вот я с Левиным когда говорила, он сказал, что совершенно другого героя играет. Он тоже играл двух головок. Да, да, да. Конечно. Я тоже совершенно другого человека играю. Совершенно. Ну, вот чем изменился этот человек? Он вырос вместе с актером. И с человеком. Какой был там человек, и какой здесь человек. Это был очень легкий поверхностный. А сейчас он безумно глубокий, мне так кажется. Потому что всегда же актер, кроме того, этой масочки, такой актер. Есть какая-то боль, которую любой актер скрывает ее. Всегда есть какая-то боль, какой-то комплекс есть, какие-то проблемы есть. Но актеры всегда это скрывают. А тут он тоже пытается скрыть, но все-таки вытаскивает и сердце, все-таки вытаскивает и сердце, и ум, и свои взгляды на жизнь. И на театр вообще. Вот мы интересный аспект сейчас затронули. Боль он вытаскивает. То есть ты хочешь сказать, что у тебя прежнего боли не было? Не было. А теперь боль появилась? И ты ее подарил своему герою, да? Думаю, да. А вот как ты считаешь, вот режиссерские концепции иногда бывают такие, что каждый может домыслить все, что хочет. Да? Да. Когда ты исполняешь какого-то героя, ты оставляешь публике вот какой-то люфт небольшой для домысливания? Обязательно. Да, обязательно. 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 Потому что вы пойми, Светочка, ты пойми, что искусство это не математика. Это не дважды двадцать четыре. Одному нравятся блондинки, другому буренетки. Кто прав? И тот, и тот. Я не могу сказать, вот я решаю эту роль вот именно вот так. Я считаю, что он такой. Но я даю вам право. Может, для вас он будет совершенно другой. Почему? Я обязательно дам право зрителю. Обязательно это дам. Я сделаю свое отношение к этой роли, к этому персонажу. Но я дам, возможно, зрителю со мной согласиться или не согласиться. Тогда я хочу вспомнить о Дон Джоанне. Ох, Светка, ты сейчас попала просто... Один из самых фишерских спектаклей. Я его обожаю. Я его безумно. А все обожали тебя в этой роли. Наверное. И там получился такой Дон Джоан, который такой был очень неоднозначный. Потому что вроде как не он за каждой юбкой волочился, а вроде как каждая юбка хотела за ним волочиться. Вот как тебе это удалось сделать? Ой, господи, боже ты мой. Я не буду говорить прямо, уж мне удалось. Наверное, удалось вместе с Сакромановичем. Хотя в самом начале начинал спектакль делать француз Жанеф Ледреф. Но потом Исак Романович, конечно, потому что мы с Жанефом немножко там чуть-чуть были такие разночтения. Исак Романович в последний момент все-таки впрягся. И мы считаем, мы с ним сделали, мне кажется, очень хорошую работу, очень хорошую роль. Это роль, которой я очень горжусь. Внутренне для себя горжусь, что я к ней прикоснулся. Потому что мне сейчас сложно сказать сейчас нашим зрителям. Ну, хотя наше время сейчас настолько современное, можно что-то сказать. Мы уже тем более этого спектакля сейчас нет. Но маленькая мулечка, которая для меня была безумно важна. Безумно важна была. Я делал так, что Дунжуан и патент. Понимаете? Да. Что он уже, к сожалению, не может ничего этого сделать. И остались только аура, только какие-то воспоминания о нем. А какой он, какой он, какой он. А он ничего же не может. Из-за этого он рад, он хочет кого-то обнять, поцеловать. Но не может. К сожалению. Ну, шлип остался. Это была фишка. Ну, разговор у нас получается такой эклектичный. Ну, как мне, в общем-то, и хотелось. Для того, чтобы зрители, которые видели эти спектакли, они как бы вспомнили какой-то их объем. А те, кто не видел, они как бы почувствовали какой-то аромат. И пожалели о том, что их не видят. Да. И поэтому сейчас я хочу поговорить о, как ты думаешь, о великом комбинаторе. Где ты сыграл роль, в которой твои поклонники вообще не ожидали тебя увидеть. Да. Я сам не ожидал увидеть. На самом деле, это авантюра была. Это спасибо Исаку Романовичу. Это Панюковский, напомним зрителям. Исак Романович хотел меня, как я понимаю, поставить на комбинатора. Я пришел к Исаку Романовичу, говорю, Исаку Романовичу, говорю, давайте я попробую Панюковского. Он мне сказал замечательную фразу. Женя, ты хочешь мордой об сцену грохнуться? Я говорю, да, хочу. Он говорит, давай. И мы стали репетировать. Я репетировал день, два, неделю, две, три. Я не мог его придумать. Оставалось до премьеры, по-моему, неделю. И Исак Романович уже кричал просто в зале. Говорит, Александр, ты что, будешь делать или нет? Я говорю, Исак Романович, я придумаю, я придумаю. Я не мог его придумать, какой он. И потом меня осенило как-то чуть-чуть. Я его придумал. Он какой-то безумно толстый человек. Безумно толстый. И я его сделал безумно толстым, трогательным человеком. Безумно. И получился, мне кажется, это одна из самых любимых моих ролей. Пожалуй, Дон Жуан, про что мы говорили. Наверное, то, что из тех, которые ушли. Да, да, да. Дон Жуан и Паниковский. Это, конечно, две совершенно разные роли, но две безумно любимые. Интересно то, что вот эти спектакли вышли практически в одно время. Я сейчас о Дон Жуане и о Великом комбинаторе. А роли получились очень разные. Хоть Дон Жуан уже ничего не мог, но всё равно вот в нём была такая мужская харизма. Конечно, конечно. А Паниковский получился таким щемящим. Там даже что-то, может быть, немножко было... Знаешь, как вот Чаплин делал своих героев? Совершенно верно. Вроде бы хуже. Ну, Света, молодец. Света, говори, говори, что приятно это слышишь. Нет, просто... Я все было, я же это видела. Да, потому что я старался. Я старался. То, что смешное, это второе было. Да. Это был безумно больной человек. Да. Сердцем. Он сердцем болел за всё. Он за всё болел сердцем. Не мог понять, почему кто-то богатый, а он бедный. Не мог понять этого. Почему? За что? Он действительно, у меня он получился... Ну, я думаю так. Безумно трогательным человеком. Да, он таким и получился. Да, очень хорошо. И неожиданным. Я думаю, Исаак Романович сказал потом слова нужные. Да, да, да. Мне это очень приятно. А какие? Ну, он похвалил просто меня. Потом это было... Для него было настолько неожиданно. Он потом после спектакля поселили, как обычно, банкет. А потом он меня оставил. Говорит, Женька, подойди сюда. Я к нему подошёл. Он говорит, Женька, не ожидал. Честно говоря, не ожидал, что справишься. А сделал просто шикарно. Спасибо. А сейчас мы немножко уже в наше время перенесёмся. Потому что вот такая же неоднозначная роль для меня стала роль большого в своих людях. Потому что, с одной стороны, он грубый. Да? А с другой стороны, вот эта боль. И его жалко. Смертельно. И видно, что роль ты как-то сделал очень многомерную. Пожалуй, даже, может быть, это самый многомерный большов, которого мне приходилось видеть. И, может быть, ты немножечко вот откроешь какую-то вот занавеску, о чём ты думал. Сейчас скажу. Вот тут, вот тут я хочу снять шляпу. Низкий-низкий поклон и память Исаак Романовичу Штагунту. Объясняю, почему. Это его роль. Объясняю, почему. Потому что мы, когда делали этот спектакль, я не соглашался с Акрамановичем, то, что он предлагал мне. Я был против категорически. Ну, почему? Что такое? В чём дело? Почему он такой холодный? Почему? Ты пойми, нет. И он меня к этому вёл. К этому. И я сопротивлялся безумно. Потом я попробовал. И подбежала Ника. Это моя супруга. Она тоже режиссёр этого спектакля. Ну, помогала Исаак Романовича. Он подбежал и сказал, Женя, это то, что надо. Вот это было здорово. Это было безумно здорово. Раз уж прозвучало это имя, Ника, я хочу, чтобы наши зрители, ну, они, может быть, сами не догадаются, может догадаются, любят же о жизни личных актёров знать. Это Вероника Казаровицкая, заслуженная артистка Республики, совершенно блестящая, красивая актриса, героиня и интересный режиссёр. Да. И тогда давай немножечко. Ну, я не думала, что мы сейчас будем об этом, но уже будем об этом тогда. Как произошло знакомство? Это, наверное, было всё в каком-то спектакле, какая-то романтическая история. Поделимся. Нет. А как? Это было 6 марта. Это было 6 марта. Я почему потом расскажу, почему помню это число. Это было 6 марта. Я зашёл в наш закулисный буфет в театре, ещё был на Народный дом один. Села безумно грустная девочка. Она была студенткой. Она только-только закончила. Выпускница. Выпускница, да. Мне как-то, не знаю, мы встретились с глазами и произошло так называемое короткое замыкание. Что такое, не знаю. Я подошёл, в чём дело, говорю, почему она такая грустная? Вы скучаете? Как спросил, да, как мы закончили институт, закончил у нас театр, взяли, да, в театр. Вы довольны, недовольны? Начал на вы, потом прогулялись. Почему я запомнил 6 число марта? Ровно через год, 6 марта, нас родилась дочка Сашка. О, как здорово. И почему я вот 6 число, это всё, это наше знакомство, наше безумно хорошее знакомство. И 6 число, это очень важно. Так что Ника и замечательная женщина, потрясающая актриса и замечательный режиссёр. Ну, мы поговорили, как произошло знакомство. А когда вы первый раз оказались, хотелось сказать, на съёмочной площадке, вы же оба снимались, да? Но скажу, нет, на сцене, на подмостках. Ой, да это здорово. Я объясняю, тут дело не в этом, не потому, что она моя жена, что моя мать моих детей. Нет, я всегда как-то пытаюсь объективно оценивать человека. Всегда вот я не путаю жизнь и социальную, вот у меня этого нет. Я могу сказать честно, то, что вот Ника делает какие-то роли, то, что вот она делает в бумажных розах, я снимаю шляпу перед ней, как перед актрисой. Я клянусь, она молочина, она работает настолько точно, настолько точно, такая умничка. Ух ты, не-не-не. Шляпу снимаю, умница, просто умница. Ну, это роль последняя. А первая какая была? Совместная. Совместный спектакль. Блюз, спектакль, блюз, который мы делали. Это Ника нашла эту пьесу, пришла к Сакрамановичу. И вот, мы играли эту пьесу очень долго. Потом мы... Реконструкция. Передали, да. Ника сама ее реконструировала. Да, она немножко переделала чуть-чуть. И Сакраманович дал задание, как режиссер Ника. Ну, она посмотрела, то есть, что надо сделать. И сделала спектакль, сейчас ребята играют. Как они играют, мы не знаем, потому что ни Ника, ни я. Я-то вообще не смотрел это. Потому что я не люблю это. Вспоминать, как это было. И вспоминать можно вспомнить какие-то хорошие моменты. Потому что сцены были очень хорошие. Но сейчас прийти посмотреть на это, я не очень готов. Ну, я смотрела, ребята играют хорошо. Ну, молодцы. Можно сделать комплименты. Это наши артисты. Артем Яковлев и Виктория Соболовная. Молодцы. Ну, они как бы взяли вот вашу. Молодцы. Я всегда, знаете, я люблю за людей радоваться. Да. Вот я такой человек. Так что получилось, молодцы. Ну, не могу не затеять разговор о том, что Коломба или Бумажные розы. Это последний до конца доведенный спектакль Сакрамановича Штопбанта. Которого все безумно любили. Который основал наш театр. Который, в общем, звезда, которого светит. Наверное, всегда будет светить над ним. Думаю, да. Думаю, да. И, может быть, тебе хочется что-то на эту тему сказать. Может, как вы работали. Вот какое было ощущение. Ведь не было же ощущения, что оно идёт. Да. У меня было такое ощущение, что мы шутили. Это действительно была шутка. Такая шутка была такая светлая. Что мы шутили. И вот так, дорогие друзья. Я сегодня 90 лет заслуженному артисту. Или уже в то время будет народному артисту Евгению Александрову. И вот пришёл поздравить его. И Сакраманович Штопбан. Нам казалось, что действительно он будет вечно жить. Это всему городу казалось, что он будет вечно жить. Я и сейчас могу сказать, что я захожу в театр. Я не верю такой ощущения, что Сакраманович. Я встречу его или в буфете, или в коридоре. Встречу обязательно ему. Конечно, для меня это не просто режиссёр. Это человек, это отец. Это всё. Это вот большое-большое... 41 лет жизни я вместе провёл с Сакрамановичем. Для меня это очень-очень много. Я вам безумно благодарен. Я буду очень надеяться, что руководство нашего города обратится и в Москву, или кому надо. И нашему театру дадут всё-таки звание. Имя. Имя. И Сакраманович Штопбан. Это было бы потрясающе. Это было бы здорово. Это было бы просто здорово. Ну, банальный вопрос. Как бы всё время пытаемся его избежать, но всё время он задаётся. Какая роль была любимой? Многие говорят, все роли. Кто-то говорит, последняя. А кто-то... А у тебя, я предположу, что Донжан и Паняковский. Донжан и Паняковский два. И всё? Да. Пока да. Никто не верил? Нет, нет. Пока Большов просто... На самом деле я ещё в нём не накупался, поскольку я его ещё до конца не сделал. Я его до конца не сделал. Мне кажется, я ещё только... Я ещё в пути. Мне кажется, ещё... Мне полгода, мне кажется, ещё его до конца добить. Вот просто не знаю, вот... Это как художник, знаете, вот картину написал, и вот смотрел, смотрел, вдруг подошёл и сделал так. Опаньки. Вот вроде готово. И мне кажется, это же самое большое. Мне кажется, я ещё не сделал эту роль. Хотя я думаю, что она будет... Она сейчас моя любимая, но я думаю, будет вполне возможно, что она будет соперничать и с Донжуаном, и с Паняковским. Она потрясающая. Да, ну, буду надеяться. Я про студентов. Женя, в нашем театре работает Ваня Байдак. Ой. Твой? Твой выпускник. Да, это да. Я хорошо знаю Корине. Да. Она совершенно прекрасная девушка, многое в мюзик-куле, и в театре эстрады. А слонян, да? Да, слонян. Да, потрясающая девочка, твоя тоже выпускница. И вот хочется вот об этой фантазии немножечко. А, Наташа же, которая домничает, а теперь Зубкова тоже её знает. Она же у нас, да, тоже играет роль, она и в блюде же играет, да. И она же ввелась тоже в дикаря, да, Ника, её ввела она там, да. И вот немножечко вот об этой ипостаси. Ты ведёшь курс уже не первый год в университете профсоюзов. Да. И я знаю, что ты очень как-то так строго и серьёзно их учишь, и Ваня мне Байдек об этом говорил, и вот может быть что-то вот об этом. Ой, я ими всеми очень горжусь, всех люблю их очень. Но вы знаете, я вот как у Жванецкого замечательный замечательный рассказ есть про учителя русского языка. Вот этот рассказ, наверное, относится ко мне, потому что я всегда говорю студентам, что не надо меня любить категорически. Я хочу, чтобы безумно любили профессию. Вот мне почему-то не надо восхищения. Ой, я не знаю, что я такой хороший, добрый. Я не люблю это, во-первых, я не верю этому. Я хочу, чтобы они безумно полюбили и зауважали профессию, зауважали во всём. Что нельзя ходить в мятых брюках на сцену. Да. Что нельзя выходить на сцену в этих самых нечищенных ботинках, с грязными руками, с грязной рубашкой. Я хочу, чтобы они во всём были красивы. Поскольку для меня всё-таки сцена не просто так она поднята чуть-чуть над зрительным залом. Чуть-чуть актёры, чуть-чуть капельку небожителей. Ну, чуть-чуть, но всё-таки мы перед ним. Вот. И за это я хочу, чтобы они были такими. Ну, сейчас нам уже, наверное, пришла пора попрощаться с нашими дорогими слушателями, зрителями. Да, и я думаю, что если вам понравилась наша беседа, то, может быть, вы, во-первых, зададите ещё свои вопросы, на которые Евгений, я уже тогда скажу, Евгений Геннадьевич, ладно, Женя, да, Евгений Геннадьевич с удовольствием ответит. И, может быть, вы напишите нам на странице или кому-то в личку, с кем вы хотите ещё, чтобы мы провели вот такую вот беседу. Ну, с Днём Театра. Эта запись идёт в День Театра. Я не знаю, когда она будет выложена, но сегодня Международный День Театра. И мы очень поздравляем всех своих зрителей. Мы очень вас любим. До свидания, Женя. Да. Уважаемые наши зрители, если будет интересно задать вам какие-то мне вопросы, я вам отвечаю. Я буду говорить правду, правду и ничего, кроме правды. Клянусь. Спасибо. 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 Спасибо.